Виолетта, я хочу всех успокоить, всех телезрителей, экспертов, которые волнуются. 20 января, вдумайтесь, это через 5 дней после Старого Нового Года. На всем постсоветском пространстве тоже полное безвластие. Пьют, отмечают Новый Год, поэтому не ждите ничего страшного. Но это шутка. А теперь, если серьезно, основной принцип власти, это беспрерывность. Этот принцип в Украине и во всем мире. А Соединенных Штатов это касается особенно. Чем хороши Соединенные Штаты, можно так сказать? Это крепость у своих институтов. Вот отцы-основатели были гениальные люди. Они уехали со Старого Света и построили государство таким, каким оно должно быть. С механизмами, институтами, которые имеют свои сдержки и противовесы. Как бы ни менялся президент, на 180 градусов политика Америки не поменяется никогда. Потому что есть ФБР, есть Минюст, есть ЦРУ, есть Госдеп, есть масса других институтов, которые работают абсолютно автономно. И вот эту глупость, которую я слышал перед этим, Трампу формирует картинку. Да не смотрит он ни 112, ни 1 плюс 1, ни Ньюс Ван, ни Интер. Поверьте мне, сидят тысячи аналитиков, которые готовят выжимки по всей стране, по всему миру в коротких аналитических записках. И докладывают тем людям, которые заходят в кабинет. Поэтому это абсолютная глупость. И Америка абсолютно функциональна, потому что все институты будут работать в этот период, к кривой ноги, ровной, в Новый год, в любой праздник. Поэтому думать, что это как-то с этим связано, ну, по меньшей мере, это если не понимать, как устроены механизмы власти и все ее институты. Евгений, я абсолютно согласен с вами насчет аналитиков, но тем не менее, эти же аналитики дают свою информацию, основываясь на фактах. Я говорю сейчас не о том, что они смотрят украинские телеканалы, но тем не менее, на фактах. И вот если они берут там зону Украино-Российского конфликта. Давайте посмотрим две ситуации. Есть два, я понял вопрос. Есть две трактовки. Одни говорят диверсанты, вторые говорят украли наших граждан. Ну, не то, не то, не есть фактом. Фактом будет решение суда, когда будет полностью проведено следствие, будет доказательная база. Если окажется, что у них действительно были карты, взрывное вещество большой мощности, если у них были какие-то инструкции и так далее, и тому подобное, то это будет доказательством. Если всего этого не будет, мы можем говорить, что это политическое преследование и все остальное. Так или иначе, это покажет время. Вот такие непроверенные данные президенту никто не положит. Евгений, ну а кто мешает российским правоохранительным органам найти, в кавычках, те самые взрывные устройства, которых вы говорите? Смотрите, если идет мелкая расправа с кем-то, то, наверное, так и происходит, причем с любыми правоохранительными органами в любой стране. Но если дело получило такую огласку, значит, наверное, на нем действительно можно играть. И, наверное, доказательная база, наверное, более чем достаточная. Но контроля-то нет. Иначе этот бы шум просто не поднимали. Еще раз, я, знаете, не строю никогда виртуальных прогнозов. Я достаточно скептично отношусь ко всем ситуациям и люблю оперировать фактами. Вот сейчас мы просто пальцем в небе и пробуем, откуда ветер. В этом нет смысла. Эту ситуацию надо просто понимать, что она произошла. И надо понимать, что она будет иметь свое развитие. А трактовать ее сейчас, ну, я не Ванга и не Оракул. Ну, а тем временем встретились и поговорили.